Мы с вами дошли уже до четвертой главы, до четвертой главы мы с вами завершили в прошлый раз послание к семи церквям. И я как надеюсь, что многие извлекли пользу из тех, кто были, кто слушали. А кто не слышали, могут войти в сайт ESOT Bible Study, и там могут найти именно этот урок, который преподавался в прошлую пятницу. Касаясь мы тогда изучали два последних послания – это послание к Филадельфийской церкви и послание к Ладийкийской церкви. Итак, мы завершили все семь посланий, и сегодня мы с вами переходим уже к четвертой главе, четвертая глава книги Откровения. И мы с вами здесь увидим тоже очень много важного, интересного, всего того, что Иоанн, апостол Иоанн мог увидеть, когда отверзлось небо перед ним. И вот мы с вами читаем в четвертой главе первом стихе «После сего я взглянул, и вот дверь отверста, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, зайди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после всего». Итак, мы с вами видим здесь несколько очень важных мыслей в этом первом стихе. Первая мысль состоит в том, что Господь говорит, что именно через апостола Иоанна, что Он взглянул, и вот перед Ним отверстие. То есть открылась дверь неба, открылся небесный мир, открылся тронный зал, где Он, как мы будем сейчас дальше читать, Он увидит престол, на котором восседал сидящий Бог, Отец небесный. Итак, мы с вами смотрим, что значит вообще отверстая дверь на небе. Это очень важно, потому что если эта дверь не открывается, она открывается только по воле Божией. И для тех, кто сегодня и тогда в древности служили Богу, веру и правду, именно святым, праведным людям, далеко не всем, открывается дверь в небо. И вот я хотел бы с вами привести, как бы, здесь вот книгу из Зекииля. Вот давайте посмотрим, что говорится израильского пророка Зекииля об этом, как ему Господь открыл небо. Это первая глава, и мы с вами здесь читаем, первая глава, первый стих. «И было в тридцатый год, четвертый месяц, пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавары, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Вот такое интересное событие произошло в VI веке до н.э. Сам пророк из Зекииля находился в это время уже как переселенец, который был с группой других иудеев, отправлен царем Навуходоносором в плен, и он уже находился на территории Халдейского царства. И вот мы видим, что именно там, при реке Хавары, это канал, который отходил от реки Ефрат, которая протекала рядом со стенами крепости в этой Халдейской, именно вот при этом канале, при этой реке Господь показал ему видение. Очень интересно, важно видение. Мы сейчас не будем пока затрагивать это видение очень. Но когда будете читать книгу из Зекииля, то найдете много-много интересного. Я вам тоже советую прочитать эту книгу, потому что она открывает много и связана также очень сильно с книгой Откровения. Итак, мы с вами это увидели, первое интересное вот это событие, это Откровение Божие, связанное с Открытием Неба. Также мы с вами видим, еще есть одно место, которое я хотел с вами открыть, это книга «Деяния». Это книга «Деяния», это уже Новый Завет, и мы с вами что-то прочитаем, «Деяния», 7 глава, 7 глава «Деяния». И давайте посмотрим, что же здесь мы увидели. Здесь рассказывается о человеке, служителе Божьем, Юрсалимской Церкви. Это первая община, которая была создана на земле, христианская община, и этой общиной была Иерусалимская община. И вот здесь мы видим, как схвачены религиозными людьми, книжниками, старейшинами, все, что было похоже на то, что было с нашим Господом, когда его повели на суд. То есть здесь мы видим, что Стефан рассказывает им в Синедрионе, находясь вот среди вот этого высшего суда справедливости, как они называли себя, и вот он им рассказал всю историю Израиля, народа Израиля, как он уходил из плена, вплоть до того, что он рассказал о том, какие они. И вот когда он сказал, какие они на самом деле люди, они себя считали духовными, верными Богу, но он, вот в 51 стихе говорит, жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И вот он сказал, кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Вот когда они услышали эти слова, мы видим, что они начали рваться сердцами своими, искрежитали зубами, а Стефан вот в этот момент был исполнен Духа Святого, он, возрев на небо, вы видите, он возрел на небо, то есть посмотрел на небо, и что же произошло дальше? Увидел славу Божию и Иисуса, стоящего от Десны Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстия и сына человеческого, стоящего от Десны Бога». Но они закричали громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла, то есть сам Павла, который в то время еще был на стороне вот этих религиозных противников Божьих. Итак, мы с вами увидели вот эту действительно картину, когда отверзлись небеса для Стефана перед самой своей смертью, когда они начали забрасывать камнями, Господь отверзл для него небо, и он увидел самого Иисуса, который ждал его, он уже стоял и ждал увидеть своего ученика рядом с собой. Это великое, это славное событие и важное для нас, как урок верности и преданности Богу, потому что действительно немногим удавалось увидеть вот такое видение перед самой смертью. Дальше мы видим еще один случай, посмотрите, какой есть еще очень интересный случай, связанный вот именно с тем, что отверзлось небо и перед самим апостолом Павлом, да, это тем юношей Савлом, который охранял одежды вот этих людей, которые забрасывали камнями. И вот мы видим его уже как апостола верного и любящего, которому Бог открыл и глаза, и уши, открыл сердце его для того, чтобы он познал Бога. И поэтому для нас очень важно, это тоже духовный урок, что прежде Господь открывает все необходимое для того, чтобы мы приняли его всем сердцем, покались и пришли к нему. И поэтому вот мы читаем слова, второе послание Коринфянам, 12 глава, апостол Павел пишет о самом себе такие слова, он говорит, «Неполезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли, вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай». Вы видите, дорогие друзья, «и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Вот такое интересное, важное событие, откровение из жизни апостола Павла, которые дают нам возможность тоже еще раз убедиться, для кого же открывается отверстие неба. Итак, мы дальше видим с вами, мы рассмотрели несколько случаев, и мы сами убедились, как это было важно для апостола Иоанна, что небо и перед ним открылось, его открыл Господь, сам Бог. И вот во второй части вот этого первого стиха говорится, «я слышал как бы звук трубы, говоривший со мной, и сказал, зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Вы видите, дорогие друзья, то есть он приглашает его, кто это был, кто это его позвал? Конечно же, наш Господь Ишуа, Господь Иисус, Он позвал его, потому что мы слышали с вами и читали уже в первой главе, что «я был в духе», это 10 стих первой главы, «я был в духе, в день воскресный я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есмь, альфа и омега, первый и последний». То есть он хорошо запомнил этот голос, голос своего Господа, своего первосвященника. Это была, то есть вот это уже была первая Теофания, в книге Откровения, в первой главе Теофания, слово переводится как «теофайн». Тео – это Бог на греческом, и «файн» – это значит явление, то есть явление Бога, явление Христа, которое вот состоялось именно в первой главе. И мы видим с вами, что вот здесь мы сейчас будем наблюдать как бы второе явление Иисуса Христа, не считая тех явлений, которые мы с вами прочитали, когда он обращался к семи церквям Малой Азии. Это мы с вами тоже можем считать, что это тоже были, потому что обращался Господь там к этим церквям. И мы с вами знаем, что он обращался, конечно же, через кого? Через апостола Иоанна, который записывал все, что необходимо записать и передать ангелу каждой церкви. Ангел каждой церкви принял это послание. Это было касалось как самого всей церкви, так и того, кто руководил этой церкви. Это не пасторы, это не какие-то служители церкви, а именно конкретно ангелы, семь ангелов, которым было дано вот это задание – руководить каждой из этих церквей. Итак, мы с вами теперь видим, что Господь его зовет, и звук трубы он услышал, и дальше он говорит очень важные слова. «Зайди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Что же значат эти слова? Вот посмотрите, в первой главе, в первой главе 19 стих книги «Откровения» мы читаем, здесь говорится «Итак, напиши», он говорит, Господь говорит апостолу Иоанну, «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». И вот мы с вами как раз увидели, значит, что ты видел, да, вот он увидел сначала вот это Теофанию, о чем уже сейчас говорил вам, потом он увидел, что есть, что было в это время в отношении христианских, вот этих первоапостольских церквей Малайзии, и какие были проблемы у них, какие были дела у них, и как они служили, все это мы читаем в семи посланиях, которые являются духовно очень важным уроком для нашей жизни с вами. Потому что все это сохранилось, ничего, все, что говорилось этим церквям, касается любой церкви, которая сегодня существует на земле. Потому что это слова самого главы церкви, он глава церкви, наш Господь Иисус, Христос, Своем Бога Живого. Итак, мы с вами увидели, теперь мы с вами вот как раз и пришли к тому, что здесь говорит, чему надлежит быть после сего. Вот начиная с 4 главы и до конца всей этой книги Откровения, до 22 главы мы с вами увидим именно вот, что надлежит быть, что какие события должны совершиться, то есть до пришествия, во время пришествия Иисуса Христа и после пришествия Иисуса Христа. То есть это все мы с вами будем дальше разбирать сейчас, вот начиная с 4 главы, мы сейчас будем смотреть. Итак, второй стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Итак, что значит второй стих? Что для нас значит «и тотчас я был в духе»? В духе значит быть исполненным духом святым. Это необходимое условие, необходимое очень условие для того, чтобы совершилось какое-то очень важное событие духовное в жизни этого служителя, который оказался уже на небе, оказался прямо в том месте, где сидит, восседает на престоле возвышенном, престоле превознесенном сам Бог-Отец. Почему Бог-Отец? Мы видим с вами сейчас, что здесь говорится о Нем, не говорится, что это Отец Небесный, но здесь говорится «сидящий». И когда мы с вами перейдем сейчас, ну и сегодня, а в следующий раз к пятой главе, мы с вами увидим, что этот сидящий как раз был что? Он держал вот там ту книгу, которую нужно было открыть. Итак, мы с вами видим сейчас очень важный момент – престол на небе. Господь говорит, что престол – это небо, да? Его престол – это небо, а земля – это подножие ног Его. Это читаем мы тоже в Слове Божьем. Поэтому мы с вами понимаем, что огромная разница. Мы понимаем, что Бог охватывает о своей властью, могуществе, величием и силой всю Вселенную, да? Всю Вселенную. Но когда мы говорим с вами, а где обитает Бог, когда мы задаемся таким вопросом, то Бог вот здесь нам как раз через вот этот стих отвечает, да? Что престол стоял на небе. И при том, что мы сейчас с вами у апостола Павла вот во 2 Коринфянам 12 главе прочитали, что он был восхищен куда? На третье небо. То есть существует как бы три неба, да? Но он восседает на третьем. Там, где рай, там, где Царство Божие. И вот там он восседает. Ну, многие считают сегодня, вот первое небо – это как бы наша атмосфера, да? Которая находится над Землей. Это как бы первое небо. Второе небо – это сам космос, да? Где космос, необъятный космос, где находится огромное количество звезд, планет и так дальше. Галактики, как их называют. Но когда мы говорим о третьем небе, это уже духовный мир. Это духовная часть, где обитает сам Бог. И вместе с Ним Его творения, Его ангелы, Его небожители и все те, кто служит Ему день и ночь. Потому что там нет ни дня, ни ночи. Там есть вечность. Они служат Ему вечно. И дальше мы с вами видим, что значит сидящий, да? То есть мы видим, что Он сидит на престоле. Дальше и третий стих говорит. И этот сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису и радуга вокруг престола, видом подобно Смарагду. Здесь мы с вами на что бы могли обратить внимание. Мы можем обратить внимание вновь на книгу «Изекииль». Здесь вот мы видим, как бы в общем описано, да? Вот третий стих о том, что Он сам Господь настолько… Его трудно было, тяжело описать, да, Его самого, которого увидел Иоанн. Но Он увидел Его что-то подобное каким-то очень драгоценным камням, да? Яспис, Сардис и вот эта радуга была подобная Смарагда. Это тоже камень драгоценный. И поэтому вот такое описание. Все было в сиянии радуга. Мы с вами это знаем. Это красивое явление, которое Бог даровал на земле после потопа людям. Ною и его семье Он показал эту радугу. И через эту радугу Он сказал, что это символизирует тот мир, который Бог будет давать земле, и что земля никогда больше не будет подвержена этому страшному наказанию, ноевому потопу. Ноевый потоп, которым только вот это он и его семья, и три сына спаслись. Итак, мы с вами можем увидеть вновь, если мы возвращаемся к книгу «Изекииля». И я с вами прочитал лишь первый стих. А вот то, что я хочу вам сейчас прочитать, то есть какую-то Афаню увидел сам пророк «Изекииль». Вот пророк «Изекииль», вот сейчас мы с вами прочитаем, что же он увидел. Это тоже первая глава, и мы с вами прочитаем с 25 стиха. «И голос был со свода, который над головами их». Голос был со свода – это голос херувимов. Это голос вот этих небожителей или стражей Божьих, которые находятся у престола Бога. Мы с вами сейчас еще познакомимся с ним здесь, в этой же 4 главе, с этими херувимами. И вот они являются носителями, не только стражами престола, но и носителями именно престола Божьего. То есть вот и здесь сказано, значит, «И голос был со свода, который над головами их». Когда они останавливались, тогда опускались крылья их. Я с вами не буду читать, вы сами сможете прочитать в этой главе, как они описаны, эти небожители. Очень интересно узнать, как они выглядят. Они похожи на ангелов, но они не ангелы. Они именно херувимы. Они по иерархии занимают гораздо более высокое место, чем ангелы. И вот мы с вами видим, что же… Вот 26 стих. «А над сводом, который над головами их, то есть этих херувимов, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира». А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. Обратите внимание, как интересно, что они увидели человека, подобие человека, который вверху на нем. И что же говорит дальше Иезекииль, пророк, он говорит, «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. Я видел как бы… Что видел? Некий огонь, и сияние было вокруг него». Вы видите, все в огне, и мы видим престол. И вот дальше Господь говорит, в каком… 28 стих. «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Такой вид имело это сияние кругом». То есть здесь мы с вами видим описание Бога, выседающего на престоле над сводом вот этих херувимов, которые являются носителями престола Божьего. Итак, мы с вами увидели, и здесь мало того, что самое интересное, когда мы читаем вот здесь во второй главе первый стих, мы узнаем, так кто же был из трех божественных личностей – Бог Отец или Сын Божий или Дух Святой. И вот здесь говорится, такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое, и, отслышав голос глаголющего, он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, я буду говорить с тобой». То есть здесь мы с вами видим славу Божию. Здесь слава Божия, и дальше впоследствии на протяжении всей книги Езекииля имеется в виду самая третья личность – это Дух Божий. Все они имеют славу Божию. И Бог Отец, и Сын Божий, и Дух Святой. Но именно Дух Святой называется, чаще других называется именно этим именем слава Божия. Это подтверждают другие еще есть места, и сама книга Езекииля неоднократно помогает нам понять, что Дух Святой – это слава Божия. Итак, мы с вами увидели сейчас еще одно Богоявление, эту Таофанию, и дальше мы видим, что же дальше увидел апостол Иоанн. Дальше он видит следующее. Это четвертый стих. «И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». О, какое замечательное, славное Божие откровение о тех, о тех, которых Господь говорит, как о 24 старцах, которые именно восседали рядом с Господом, вокруг Господа на своих, каждый имел свой престол. Представляете себе? По сути дела, это люди, ну, можно их назвать и людьми. Почему? Сейчас мы дальше узнаем. Я думаю, что, может быть, даже в следующий раз. Потому что, действительно, это особо, как бы, ну, я думаю, в каком смысле? Это особо верные, особо преданные, особо возрожденные, рожденные духом служителей, которых Господь посадил вот так высоко, да, по сравнению даже со многими другими ангелами. Здесь не описан их облик, да, этих, на кого они похожи, потому что вот если херувимы описываются вот в языке Иля и не один раз описываются херувимы, и здесь вот мы сейчас будем читать про херувимы, а вот они как бы не описаны, что они в венцах, что они в белых одеждах, и что они действительно занимают высочайшее положение быть рядом с престолом Божиим. Это мы узнаем, да, здесь вот из этого стиха. Что вы могли подумать? То есть есть богословы, которые пытаются понять, а кто же все-таки, все-таки они названы старцами, да, они названы старцами. И здесь очень интересно понять, что же, значит, если мы с вами говорим о вечности, ведь это вечность, да, царство Божие, там нет времени, да, там есть вечность, то есть это понятие вообще очень невозможно нам объять своим разумом, умом, как это выглядит, потому что Господь говорит, Он живет в вечность, еще для Него один день, как тысячу лет. Вот. Можете себе представить? Вот так вот, такая вот вечность. Раз для Бога это так, я думаю, то же самое для тех, кто живет в этом небесном царстве Божьем. И поэтому они названы старцами, наверное, не случайно, возможно, потому как они служили, наверное, очень много лет на земле. На земле они служили какое-то долгое время, и они действительно послужили таким образом, что Бог очень-очень как бы поднял их на свою духовную высоту, чтобы они могли стать вот теми царями, царским священством, как говорится в первом послании Петра. Потому что это действительно высшее положение, которое можно занимать перед Богом среди миллион, триллион, я не знаю, сколько ангелов, говорится, тьма тем там. И вот этих старцев тоже, огромное количество старцев. Но некоторые богословы считают, что речь идет, возможно, о тех, которые служили во времена царя Израиля, царя Давида. Вот там было очень много священников, которые совершали 24 череды в храме. То есть они по очереди каждое какое-то время должны были совершать именно служение в самом храме. Не там участвовать, допустим, все, что связано с жертвенником и с животными, и приносить жертву. Нет. Они участвовали именно там, внутри храма. И вот для нас хороший пример есть такой человек по имени Захария, если вы помните, который стал в последствии с Елизаветой, женой своей. Они были бесплодными. И Господь пришел Гавриэль, Гавриил пришел к нему, как раз он нес служение там, курение, а внутри фимиама, то он вот этот самый Захария увидел там, и ему было обещано, что они должны родить сына, то есть будущего Йоанна, крестителя, или как на иврите говорят «Хонан Мадбиль». Вот именно вот это очень важно, что мы с вами можем понять, что вот эти 24 череды как раз являют собой очередность. И вот эти 24 старца, возможно, тоже очередно совершают вот это святое служение перед престолом Божиим. Дальше мы с вами видим следующее. «И от престола» – это пятый стих. «Исходили молнии, громые, голос и голоса, и семь светильников огненных горели перед престолом, который суть семь духов Божьих». «Семь духов Божьих». Здесь тоже мы здесь можем понять из того, что мы сейчас с вами прочитали. Ну, действительно, это очень интересно, что описано вот это вот, что от престола исходили молнии, громые, и глаза, да. Давайте посмотрим, есть ли что-то подобное в Слове Божьем, и где, в какой книге мы можем читать это книга «Исход». Вот посмотрите, дорогие друзья, книга «Исход». Мы сейчас с вами откроем эту книгу. Это 19 глава. 19 глава. И мы с вами читаем. Это тоже действительно и Тафания здесь происходит, потому что народ Израиля был призван там в пустыне, в Синайской пустыне. Он должен был принять законы их, уставы, все, что Бог хотел передать народу Израиля для их новой жизни в пустыне, чтобы они стали его служителями, рабами, чтобы они действительно стали народом новым, избранным, освященным Богом. Народ, который должен был нести свет в этот мир, любовь. Народ, который будет избавлен от греха, от нечестия, от зла. И вот здесь мы с вами читаем следующее, что касается, что описано здесь в нашем пятом стихе книги Откровений. Здесь говорится, на третий день, это 16 стих, 19 глава, исход 16 стих. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук, весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в Стане. Вы видите, и вывел Моисей народ из Стана в Сретине, то есть Сретине – это навстречу Богу, и стали у подошвы горы. А гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Вы видите, да, дорогие друзья, какая картина духовная. Вы посмотрите, какая встреча Господа со своим народом, избранным народом Израиля. И мы видим с вами, действительно, насколько было страшно видеть вот это все, потому что и звук трубный, вы видите, звучал с какой силы. И они действительно были очень и очень напуганы. И они, смотрите, вот в 20 главе, в 19 фихе, они говорят Моисею, и сказали Моисею, говорят, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вы видите, дорогие друзья, и сказал Моисею народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили». Вот это слова, вот это призыв, вот это вождь Израиля, Моисей. Мы благодарим Господа вот за это явление, которое мы еще увидели, вы видите, это действительно необычно, это велико, потому что Господь уже не с неба говорил, не на небе говорил, а на земле, он сошел сам на эту гору. Вот еще какая разница между тем, что люди слышали голос Божий. Сегодня кто-то из нас может услышать? Нет, Господь говорит, но он говорит нашему сердцу Духом Божиим. А здесь они слышали этот громогласный голос, эта сила, поэтому здесь мы с вами и видим эту силу, которую мы сейчас прочитали, что от престола исходили молнии, громые голоса. Видите, и это то же самое, а услышали и увидели народ Израиля в пустыне. И дальше здесь, говорится, еще очень интересная одна мысль. И семь светильников огненных горели перед престолом, которых суть семь духов Божьих. Итак, кто же такие эти семь духов Божьих? Об этом мы уже с вами читали, если вы были внимательными, то мы читали в четвертой главе, я извиняюсь, в первой главе, в четвертом стихе мы читали Иоанн, написано Иоанн, семи церквям, находящимся в Азии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет. И от семи духов, находящихся перед престолом Его. Вы видите, дорогие друзья, вот они вновь нам упоминаются, эти семь духов перед престолом Его. Это семь духов являются как бы полнотой Духа Святого, Третьей Божественной Личности. И они, видите, горели, как светильники. Они горели подобно, как мы с вами прочитали в первой главе, в двенадцатом стихе, тоже говорится о светильниках. Я обратился, написан двенадцатый стих, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, я, обратившись, увидел семь золотых светильников. Видите? То есть здесь мы с вами видим очень похожее, то есть сами церкви называются светильниками. Здесь то, что мы сейчас с вами читали в первой главе, и то, что в четвертом стихе мы с вами читаем, что это семь духов. Вот эти семь духов, они описаны еще в одном месте. В Святом Писании мы с вами находим одно место. Давайте посмотрим его. Что же, как же все-таки понять, кто такие семь духов, кроме того, что это полнота Духа Святого. И вот здесь мы с вами читаем, это одиннадцатая глава, пророк Исаия. Пророк Исаия. Мы с вами читаем следующее. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем, на нем, на ком, на нашей отрасли, наша отрасль, это наш Господь, да, от корня Исеева. И Исей, или Ишай, это отец, да, Давида, царя Давида. И поэтому мы с вами понимаем, что он отрасль, он был самым младшим сыном, да, кроме других сыновей, которые были у этого Исаия, Исея. И дальше мы читаем, что и почиет, то есть и будет на нем, на его голове, да, Дух Господень, видите, вот перечит, давайте прочитаем сколько их. Дух Господень, Дух Премудрости, Два, Дух Разума, Три, Дух Совета, Четыре, Дух Крепости, Пять, Дух Ведения, Шесть, Иду Благочестия, Семь. Вот эти как раз семь духов, о которых мы сейчас с вами читали и в первой главе, и вот сейчас в четвертой главе. И, видите, обратите внимание, вот это слово в пятом стихе, которое суть семь духов, то есть, чтобы вы знали, что это слово славянского происхождения, оно означает подлинно, истинно, это семь духов, то есть суть, вот, когда здесь говорится о том, что мы с вами говорили, что семь ангелов семи церквей, то вот здесь то же самое говорится, посмотрите, обратите внимание со мной, это первая глава двадцатый стих, здесь написано «тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть такая». Семь звезд, вот обратите внимание на эти слова, семь звезд суть, то есть, или подлинно, есть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть, опять, видите, это слово повторяется, суть, семь церквей, подлинно, это семь церквей, семь светильников. Итак, мы с вами смотрим и движемся дальше, это шестой стих, «И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади». Вот, дорогие друзья, что же мы здесь видим для себя, очень важное тоже, как вот эта картина вот этого престола, где Господь выседает эти 24 старцев, и дальше еще добавляется для нас еще очень важная деталь духовная, море стеклянное, подобное кристаллу, да, то есть это все было, как, ну, что значит море, да, мы с вами представляем это как такая поверхность, гладкая поверхность, когда мы смотрим на тихое море, да, или океан, когда нету волн, то кажется действительно как стекло, да, как, допустим, каток, на котором могут кататься фигуристы, да, это тоже вот что-то похожее, только, конечно, намного величественнее и славнее выглядело это море, вот. И также, если мы с вами вспоминаем, что перед жертвенником храма, в храме Соломона было тоже море, да, что это было за море, это было такое, как бы такой бассейн, да, где, где, где совершали омовение священниками перед тем, как начать свое служение, вот, это тоже слово, это упоминается, как море. И так мы с вами видим здесь, что же еще, кто и кого мы еще видим, кроме 24 старцев, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных от честь спереди и сзади. Вот здесь мы с вами видим четыре животных, они называются здесь животными, но на самом деле, то есть я уже с вами говорил немножко о том, что мы увидим херувимов, да, мы увидим тех, кто является носителями престола, кто является стражами престола, кто выполняет и много других всяких духовных функций перед Богом. Нам здесь не описано, мы не будем добавлять или еще что-то дополнять сами, но это то, что Господь говорит нам, то, что Он нам открывает, то, что Он хочет открыть, Он открывает. Кстати, я вам не сказал очень важную одну мысль, когда говорил об отверстии в небе, то есть мы с вами проходили и говорили как раз, когда было обращение к Филадельфийской церкви, Филадельфийской, да, когда было обращение к Филадельфийской церкви, Господь предстает здесь, как, Он так говорит, ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит, и вот здесь Господь говорит такие слова, знаю твои дела, Он сразу начинает говорить в Филадельфийской церкви о том, что Он знает их дела, как знал дела всех других шести церквей, и здесь говорится, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее, ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего, видите, какие важные слова, какое приветственное, доброе слово, ободряющее слово мы видим, которое Господь обращается вот к этой церкви филадельфийской, потому что и само название церкви филадельфийской означает любовь братьев, потому что фило – это любовь на греческом, а дельфи – дельфи – это означает братья, то есть это действительно братская любовь, это действительно истинная церковь, такую оценку, которую они услышали от Иисуса, там не было никаких упреков к ним, там не было ничего сказанного в адрес, что нужно исправить или еще что-то сделать, там он увидел всю церковь побеждающую, это очень и очень важно для нас с вами понять, что и мы должны стать в глазах Божьих, не в своих, а в глазах Божьих стать побеждающими христианами. И здесь дальше мы с вами видим, продолжаем рассуждать, размышлять над вот этими хирургимами и что же мы увидели, вот в седьмом стихе говорится и первое животное было, как они выглядели, было подобно льву, второе животное было подобно цельцу, третье животное имело лицо, как человек и четвертое животное подобие орлу летящему. Итак, мы с вами очень интересно для нас, смотрите, вот если бы мы сейчас читали только эту книгу Откровения, но не читали бы книги пророческие пророков Израиля, то бы мы вряд ли могли получить ту бесценную информацию о том, что есть разного вида хирургимы, то здесь вы видите, обратите внимание, что здесь каждый хирургим имел одно лицо, одно лицо, один имел лицо человека, первое даже было подобно льву, львино лицо, второе похоже было на тельца, третье животное имело лицо как человек и четвертое животное подобно орлу летящему, то есть мы видим с вами действительно, а здесь Господь показывает лица как бы животных, возможно, по этой причине они называются здесь как бы животные, но это только лица их, но на самом деле они никак не похожи на тех, ну, лицо тельца, это понятно, да, все другое, но все другое говорило о их божественной сущности, о том, что они являются разумными, великими невожителями, они как, что такое животный мир, мы разве можем сравнить даже с человеком, да, конечно же нет, мы понимаем, что человек разумен, человек создан по образу подобия Бога, и поэтому какое сравнение может быть, но здесь Господь захотел, это его воля, чтобы вот эти херувимы имели именно вот такие лица, да, кроме человечества лицо льва, лицо тельца и лицо орла, но когда мы с вами читаем вот книгу опять из Икиля, я вас возвращаю к этой книге, к первой главе, мы с вами видим, что немножко, вот я вас чуть-чуть хочу вам прочитать, что же здесь говорится о херувимах, о их лицах, и вы просто сами увидите в сравнении, что пишется здесь в книге Иезекииля и что пишется в книге Откровения об этих херувимах, и так мы с вами видим, смотрите, что, значит, это первая глава Иезекииля, шестой стих, мы читаем, и у каждого четыре лица, вот с чего начинается, да, да, лучше, может быть, даже с пятого стиха прочитать, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня, из средины его видны было подобие четырех животных, и такой был вид их, облик их был как у человека, и дальше написано, и у каждого четыре лица, четыре лица, не одно лицо, как мы сейчас с вами прочитали здесь, книги Откровения, да, четыре лица, а ноги, как ноги прямые, и ступни ног, как ступни ног у тельца, и сверкали они как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех крылья, их соприкасались одно с другим, и во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего, вы видите, подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны, у всех четырех, а с левой стороны лицо тельца, у всех четырех, и лицо орла, у всех четырех, вы видите, и лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их, вы видите, дорогие братья, как важно сегодня, что мы увидим то, что показано в книге Даниила, и книге Зекииля, и что мы видим в книге Откровения, мы видим, то есть, есть разные херувимы, есть разные херувимы, и их облик тоже не похож друг на друга, то есть, мы понимаем, что херувимы, это не только лишь четыре, которых описано здесь и там, но мы с вами дальше увидим, что их великое множество, которое Господь создал для славы своей. Итак, дальше мы видим, что еще описание этих херувимов – это восьмой стих, и каждое из четырех животных имело по шести крыл, по шести крыл вокруг, а внутри, вот, посмотрите, очень интересная деталь духовная, имела по шести крыл, если там, мы сейчас с вами читали, было у них четыре крыла, то здесь шесть крыльев, да, а внутри, здесь еще описана очень важная деталь, связанная с тем, что они внутри были исполнены глазами, очами, вы видите, очи, вот, внутри они были исполнены очами, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был и есть и грядет. И также в шестом стихе мы с вами прочитали, что четыре животных или четыре херувима исполнены очей спереди и сзади. Здесь мы с вами прочитали в восьмом, что это внутри, то есть, да, а здесь еще внутри мы с вами видим, все было в глазах. Еще в чем разница, если мы с вами еще не читали, я бы не затронул этот момент, связанный с херувимой в языке Иля, что там очень интересна такая деталь, что эти херувимы они имеют колеса, колеса рядом с ними, колеса, которые тоже исполнены глазами, да, глаза, глаза, эти колеса, они рядом идут, прямо рядом с херувимами, они, когда херувимы взлетают, и они с этими, эти колеса рядом с ними, в этих колесах Дух, Дух Божий, который руководит их жизнью духовной. Вот это вот интересно, что мы с вами увидели, мало того, мы сейчас с вами услышали, что они не просто там находятся, да, херувимы, что мы с вами говорим, что они носят престол Божий, что они действительно служат Богу, но они взывают, они славят, они благодарят Бога, и поэтому они, они, и нет даже покоя от того, что они говорят к нашему Богу, свят, свят, свят. Я думаю, что и наши голоса, и наши сегодняшние сердца должны взывать к Богу о Его святости, и о том, что мы, мы, Его рабы, ничего не стоящие, должны тоже взывать каждый день и благодарить, что у нас именно праведный, святой, самый славный Бог, которому нет равных ни на небе, ни на земле, и поэтому мы должны очень ценить, что мы сегодня Его сотрудники, что мы сегодня Его труженики, что мы сегодня должны трудиться для Него, не только говорить словами «свят», 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 но показывать, что мы ценим Его святость, что мы любим Его всем сердцем за то, что Он есть, за то, что Он создал нас, что Он творец и дает нам жизнь и на земле, и хочет дать нам жизнь на небе. Итак, Так дальше мы видим с вами, как завершается эта глава, и когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря. И вот мы с вами можем обратить внимание, что вот эти как раз драгоценные струженики Божьи на небе, они не только вот эти 24 старца, они падают и кладут свои венцы, и тем самым они показывают, насколько они преклоняются перед Святым Богом, перед Его величием, великим разумом, перед Его великим могуществом, силой. То есть вы видите, то же самое они делают, как и вот эти херувимы, которые тоже рядом с престолом Божьим служат. И вы видите, чем заканчивается, какими словами вот эти самые 24 старца говорят бесценные слова. Здесь мы видим с вами, что Господь действительно для нас делает столько много на земле. Если они Его славят, да, эти небожители, которые в вечности живут с Ним, и они знают, что Он великий творец, да, и они намного больше знают, что Он создал какие миры, какие галактики, какие звезды, какой величины, какой силы и сияния, если взять просто наше Солнце. И когда мы видим, как такое Солнце вообще, которое вмещает в себя не знаю сколько планет Земля, то есть до сих пор с такой великой силой освещает вот эту нашу галактику, да, где находится еще столько планет, да, там, Марс, Венера, там, или Луна, или еще какие-то планеты. То есть мы с вами понимаем, это все дело рук нашего Бога. И вот когда мы видим, насколько Он велик, тогда мы еще больше начинаем Его бояться вот этим благотворным страхом. Это прекрасный страх, это страх любви Его. Мы Его любим и страшимся, потому что кто мы? Такие маленькие-маленькие, да, люди, которым Он приходит и которых Он поддерживает, и которые хочет, чтобы были с Ним навсегда в Его славных обителях Царства Божьего. Хорошо, дорогие друзья, итак, мы с вами завершили сегодня и эту четвертую главу. Я думаю, что с пользой духовной, что мы что-то приняли в свое сердце, хорошо, чтобы мы все это оставили в своем сердце, и это помогло нам дальше размышлять над всеми делами Божьими. Потому что это очень важно, когда мы размышляем, когда мы ценим каждый новый день, когда мы можем соприкасаться, общаться с Ним через Его Слово, через наши молитвы к Нему. Слава Ему во веки, дорогие друзья. Аллилуйя, аминь. Слава Ему, Аллилуйя. Хорошо, дорогие. Что у вас, если есть какой-то вопрос или какое-то дополнение к тому, о чем говорилось в этой четвертой главе, то, пожалуйста, я буду рад услышать вас. Можно задать вопрос? Да, да, пожалуйста, Саша, да. Спасибо. Я хотел узнать за светильники. Когда говорится, что семь светильников, то как это себе можно представить? Это получается, как один светильник и на нем семь свечек? Или это как семь отдельных лампочек? Это один, да, ты правильно. Семь светильников, это семь. Вот я сейчас просто... Хорошо, я сейчас вам открою одно место, которое, может быть, еще больше даст нам представление вообще о светильнике. Это книга пророка Захария. Это израильский пророк Захария. И вот ему тоже было дано интересное откровение Божие. И вот там описано. Вот я сейчас прочитаю, Саша, для тебя, для всех нас. Четвертая глава Захария. «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, то есть говорил Захарию с пророком. И пробудил меня, как пробуждает человек ото сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник, весь из золота. И чашечка для елея наверху его. И семь лампад на нем. И по семи трубочек у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я, и сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? Вот он тоже задает вопрос, да, ангелу. И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне, так это слово Господа. Это слово Господа к Зарававелю, выражающееся не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Своот. Вот, то есть здесь мы с вами видим, что сам светильник назван кем? Это замечательное откровение. Потому что сам Иисус сказал, что я есть Слово Божие, да? Он есть Слово, Он есть Слого всей Вселенной. И мы с вами видим, что Он сказал, что я есть свет миру. Помнишь, да, Саша? Вот, и поэтому как раз вот то, что здесь было показано, да, Захаре и пророку, и нам было показано для того, чтобы мы узнали потом, что подразумевается под светильниками, которые мы встречаем перед престолом Божиим, и также между которыми ходил наш Господь. Это семь церквей, тоже названы светильниками. Поэтому мы все являемся тоже отражателями света Божьего для того, чтобы благобетствовать людям этот свет в этом темном мире зла. Да, спасибо. То есть это получается как не семь отдельных люстр или как бы лампочек, да? А это как бы одна лампа, но на ней семь как бы ответвлений, да? Как бы разводка такая на семь. Да, да, да. Получается подставка одна, но разветвлений семь, и, соответственно, как бы лампочек семь, ну или семь огоньков. Да, и лампочки. Это как минора, да? Это не минора? О, правильно, Людочка, правильно вы сказали. Это минора, да. Так называется на иврите, называется минора. Это в виде как бы такого, как, ну, дерево, можно сказать, да? Оно вот сделано в форме такой, от него отходят веточки, да? Вот. И это вот все показывает еще… Здесь в данном случае мы видим не только светильник, но самого Господа, который назван Словом Божиим, да? Самого Господа, который является виноградной лозой, да? Это тоже лоза, на которой в ветви, и в которой Господь сказал, что эта виноградная лоза является для нас жизнью. Это и древо жизни нашей, да? И мы питаемся, мы питаемся от этой виноградной лозы, от древа жизни, плоды, которые описаны в книге Зекииля, кстати, есть описание, где, Саша, мы с тобой уже читали это место, книги Зекииля, вот это, что будет расти, да, по краям того, где описывается храм, да, храм тысячелетний, и вот там тоже будут расти эти деревья, которые описываются и в 22 главе. В 22 главе книги Откровения тоже описывается, да? Но там уже речь идет о небесном Иерусалиме, не о земном, как в Зекииле, а о небесном. Ну, вот так, дорогие друзья, так что очень интересные, да, вот эти вот образы, которые мы сейчас с вами находим, светильники в древе Божьем, в деревах, это все олицетворяет нашего Господа. Все вот предметы, которые были в храме Божьем, в храме Соломона, и все они указывали только на нашего Господа, во всем. Там и хлеб, стол предложений, хлеба, 12 колен, это все говорило о нашем Господе, о том, что Он сказал, я есть хлеб, да, истинный, хлеб Божий, который сошел на землю для того, чтобы накормить нас собою, своим словом, своим телом, своей кровью. Хорошо, дорогие друзья, еще, может быть, есть у кого-то вопрос Володя, может быть, у тебя есть какой-то вопрос, нет? Нет, нету. Нету, да? Да, я просто все пытаюсь представить себе, но как-то не удается ничего. Представить трудно, да, это действительно, многое, что представить трудно, потому что это великое, да, что Господь вот нам сегодня открыл вот этот тронный зал, вот этот вот престол, и кто его окружает, это все действительно такое великое, это ни с чем, ни с земным, никак даже нельзя сравнить, ничего подобного. И поэтому, слава Богу, что через это Господь нас наполняет вот этими знаниями, чтобы мы верили, чтобы наша вера была живой. Я думаю, это тоже очень важный момент. Я хочу сказать. Да, пожалуйста, цвет, да. Я хочу додать до того светильника, пояснить Олександру, там было такое, как маленькое горнятко, тогда не было еще свечок, тогда наливали олению, вставили маленький петельок, и оно себе так все горело. Окей, дякую, да. Прошу, вот тогда сейчас не было свечок. То лампадка была. Ну, то так, горнятка, лампадка, то так воно и есть. А это святильник, это же минор, затем, по-моему, это другое. Минора такая же сама, там не было свечок, там наливали олению, заливок, тем больше треба было выжать олению, первые две крапли, это было кошельно, остальное, это не кошельно уже олению. И туда наливали цю олению только из оливок, и первые две крапли. Вот такой был принцип. Да. Ну, таки маленькие горнятки, как лампадка, правильно? Да, да, дякую. Я просто, когда сказали за святильники, то я собі уявляв, якби, святильник і сім оцих от, як правильно сказать, трубочек, да, а коли кажуть сім святильників, то, получается, сім на сім сорок девять, а я все время путаюсь, так це сім, як один святильник, сім святильників, чи сім на сім, получается, с тим святильників, коротно по сім оцих трубочек, але нічого, окей, я це, я зрозумію, як один виглядає, то, якби, сім святильників, то сім трубочек, получается. Ну, так воно і є. Так, де є. Ну, хорошо, дорогі друзі, давайте тогда будем молиться сейчас, поблагодарим Господа за це слово, і щоб ми також були благословенні в следующій пятніці, щоб могли встретиться вновь і продовжити наше изучення Книги Оскровенья. Володя, ти можеш помолитися, дорогой брат. Так. Господь, Мій Самогутній Отець, Мій Небесний, я дякую Тобі за ласку Твою, за Твою любов і опіку до кожного з нас. Дякую Тобі, що Ти благословив нас на вивчення слова Твого. Дякую Тобі за мудрість, яку Ти даруєш нашим братам, Господи, у вивченні слова Твого. Дякую Тобі, що Ти просвітляєш нас, Господи, дякую Тобі, що Ти даруєш нам духом Твоїм святим, Ти відкриваєш наші очі, Господи, і допомагаєш нам зарозуміти волю Твою і слово Твоє, Господи, прошу Тебе, благословив нас і надалі, Господи, відкривай наші серця і закербуєш Твої слова в наших серцях, Господи, і дай в нашому розумі, щоб ми розуміли слово Твоє, щоб ми приймали його вірою, щоб ми довіряли Тобі, Господи, приймали Тебе всім своїм серцем і любили Тебе всім своїм серцем, всією душею, Господи, благословив нас і надалі, Господи, вивчення слова Твого, Господи, нехай Твоя рука пробуває над кожним з нас, Господи. Збережи нас і повадь нас Духом Твоим Святим, а Тобі нехай буде вечно слава з наших сердец, з наших хрустей, що все наше життя буде єдине настояне славе і хвалий Мій Господь Бог Отец, Сын та Дух Святій. Амінь. Амінь, амінь. Амінь. Хорошо, дорогие друзья, тогда все-всего доброго, добрых дней служения сегодня, воскресное, щоб Господь кожного із нас благословив, дал нам мудрость і крепость і сил, охрану Своїй. Також всього самого-самого лучшого всем. До встречи, всем привет, Володя, всей семье. Дякую. Всем привет. Дякую, всім вітання. Під нашою радостью. Під нашою радостью.